Вперёд турбина, ты чемпион! Быстрее турбина, ты чемпион! Эти слова из гимна спортклуба «Турбина» знают, наверное, все балаковцы. Уже 55 лет спидвей в нашем городе – спорт номер один. Любовь к гонкам передаётся из поколения в поколение. Мне 62 года, ровно 50 лет я хожу в спидвеев, когда ещё Валерка, Володька были молодыми. Тогда мне было 12-13-14 лет. Я всё это время хожу, связала. Сейчас я хожу с внуком. Володька и Валерка, о которых говорит болельщица Елена Бодрова – это братья Гордеевы, звёзды балаковского спидвея, которые стояли у истоков этого вида спорта. В своё время они покорили треки мирового уровня, шли к медалям уверенно, много и упорно тренировались. Иначе на пьедестал было не подняться. Очень уж велика тогда была конкуренция. Спидвей был популярен по всей стране. Почти в каждом городе свой клуб. В Советском Союзе было 55, а в высшей лиге было 8, а в классе Б – две зоны по 8. Но это выступали те команды, которые имели возможность заявиться. А вообще треков было 55. Брат Владимира Валерий Гордеев сейчас главный тренер турбины. Он передаёт свой опыт юным гонщикам. И хотя сейчас в стране клубов не так много, от этого тренировочный процесс проще не становится. Чтобы достичь мастерства, спортсменам по-прежнему требуется колоссальная самоотдача. И очень важно, что у спидвея остаются преданные друзья, которые поддерживают гонщиков на пути к победе. Мы стояли у истоков с братом. Начинали спидвей здесь. И хорошо, что он есть. Большая благодарность Балаковцам, что они нас поддерживают. Ходят на стадион. Компания «Фусагра» вообще оказывает нам неоценимую помощь. Благодаря её только мы и выезжаем на соревнования. И надеюсь, что спидвей будет жить в нашем городе. Компания «Фусагра» поддержала турбину в сложные времена. Тогда по всей стране стали закрываться спидвейные клубы. Именно благодаря химикам команда в Балакове возродилась. Дружба продолжается и сейчас. На юбилейном празднике заместитель генерального директора ПАО «Фусагра» Валерий Фёдоров вручил спортсменам сертификаты на пассажирский автобус и на три кроссовых мотоцикла. А заместитель директора Балаковского филиала АО «Апатит» Наталья Красильникова ещё и на один миллион рублей. Валерий Фёдоров признался, что сам любитель мотоциклетного спорта и много лет следит за выступлениями турбины. В молодости он даже смотрел спидвейные гонки по телевизору. Я сам родился в городе Коврове, Владимирской области, где есть завод Дегтярёва. И мы делали мотоциклы известные К-125 и К-175. И когда в Балаково гонялись, мы всегда смотрели, потому что мотоциклетный спорт – это вообще гордость. Многое надо и тренеру, и механику, и тому парню, который сидит за мотоциклом и ведёт его к победе. В этот день юбилей отмечал не только клуб «Турбина». Спортшколе, где тренируются начинающие гонщики, исполнилось 10 лет, а Балаковскому спидвею – 60. Поэтому поздравления звучали и в адрес ветеранов спорта, и в адрес тех, кто выходит на трек сегодня. Спидвей – это история про гордость, про мужество, про любовь к своей родной земле. Мне очень приятно, что на спортивной карте Саратовской области есть спидвейный клуб «Турбина». Это не только спорт, не только соревнования, не только призы. Это прежде всего воспитание человека, это приучение его к труду, к победе, к защите своего клуба, защите своего города, защите своей страны. Вот это клуб «Турбина». Поклонники спидвея, которые пришли на праздник, тоже поздравляли любимый клуб с юбилеем. Пожелания гонщикам – самые теплые. Здоровья, благополучия, ребят, берегите себя, потому что технический вид спорта достаточно травмоопасный, поэтому, чтобы было все хорошо и замечательно. Все большие молодцы, желаем удачи, дальнейших успехов, добивания целей и всего самого наилучшего. Своих любим, они всегда лучшие, всегда впереди, и мы надеемся за следующий год только на победу. С такой поддержкой «Турбина» отметит еще не один юбилей, ведь спидвей продолжает развиваться. И пусть в этом сезоне у нашей команды не все было гладко, главное, говорят болельщики, идти вперед и верить в себя. Это, по их словам, еще одна традиция «Турбины» и залог ее будущих побед.